Добрый день, уважаемые зрители, слушатели и читатели нашего города. Сегодня у нас очередное заседание пресс-клуба. Веду его я, журналист Альбина Дведенко. И сегодня в студии у нас присутствуют наши уважаемые гости. Это заместитель руководителя художественного центра Марка Ротко Марис Чачка, специалист центра искусств Марка Ротко Фарида Залетила и Инга Голдберга, специалист по маркетингу центра Марка Ротко. Ну а также мнение горожан, мнение общественности. Представляет у нас сегодня Михаил Копелюшников. И радио Алиса Плюс Сергей Каратеев. Добрый день. Добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора, как я уже сказала, центр искусств Марка Ротко. Ну мы все знаем, что в городе эта тема достаточно животрепещущая, о центре постоянно говорят, причем мнения очень разные. Но вот самое приятное, что равнодушных людей нет, и все высказывают собственную точку зрения. Кто-то это очень одобряет, кто-то это одобряет не очень, прямо скажем. Но вот для того, чтобы было понятно все-таки, в какой ситуации сейчас находится центр, и что будет в ближайшее время, об этом мы спросим Мариса. Марис, будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот предполагалось, что этот центр уже вот буквально в апреле откроется, вступит в строй. Скажите, изменилось что-то, или все-таки нам всем нужно ждать открытия центра именно в это время? Я могу подтвердить, что открытие центра будет именно 24 апреля. Это ничего не изменилось. Мы на данный момент готовимся к этому мероприятию, и это все будет как по плану. Скажите, пожалуйста, в этом центре предполагается только центр Марка Ротко, или все-таки будут еще как бы ответвления дополнительные в здании этого арсенала? По структуре центр создан как мультифункциональный центр, который предполагает множество культурных активностей, которые будут проходиться, и уже некоторые мероприятия проходят на данный момент перед открытием центра. Конечно, самое основное — это Ротко, сектор А, который предложит дигитальную экспозицию о жизни и творчестве Ротко. Потом будет возможность увидеть репродукции художника, будет возможность зайти в комнату тишины, будет возможность в видеозале посмотреть все доступные фильмы о жизни и творчестве художника, и, конечно, самый важнейший зал — это зал оригиналов, в котором к времени открытия будут выставлены, экспонированы шесть картин художника. Но в центре еще есть три большие блоки сектора, в которых будут меняющиеся экспозиции и также экспозиции постоянные. В меняющей экспозиции к открытию центра будет видна экспозиция художников региона Латгалии. Также будет в проектовом зале видны работы, которые являются подарком центру Питера Гриффина из Великобритании, который много сделал и помогает до сих пор при подготовке работ, не только по экспозициям, но и консультируя. Также будет из нашего новоднека Петерис Мартинсон дарит огромнейшую коллекцию керамики. Он тоже родился в Далгопилсе, и его экспозиция будет видна к открытию центра. И также из Соломона Гершова экспозиция будет предоставлена. Ну и, конечно, одна из важнейших жемчужин, то, что мы хотим показать, показывая современный путь, как мы дошли до центра. Более 8 лет проходился пленэр под именем Марка Ротко, и будет увидена экспозиция золотой коллекции этих пленэров. Спасибо. Вот всё достаточно подробно. То есть можно сделать такой вывод, что там будет не один зал Ротко, будет несколько залов и разные, так сказать, представленные направления. Но от вопросов художественных хотелось бы к финансовым вопросам перейти. Каков бюджет центра Марка Ротко? Бюджет центра Марка Ротко публично виден, он утверждён Городской думой. Вы можете назвать это цифровое? Это больше 400 тысяч платов, над которыми работаем. Но это, конечно, ещё не полная сумма та, что нам необходимо. Мы параллельно этому работаем над разными фондами, пишем проекты, чтобы смогли содержать не только всю техническую сторону обслуживания, зарплаты и самые важнейшие активности, но мы должны до конца этого года реализовать больше 160 мероприятий, из которых масштабные проекты 44. И не всем проектам у нас уже... Сколько город каждый год будет платить на центр Ротко? Это будет зависеть от наших депутатов Думы и от нашей работы, доказывая, что это всё необходимо. Вы знаете, вот предполагалось, ну, когда всё это ещё только начиналось, если мне память не изменяет, да, предполагалось, что это будет стоить где-то 1200 в год. Почему так увеличилась сумма? То есть Вы сказали, даже 400 тысяч – это будет мало ежегодно. Причём говорилось о том в своё время, что где-то 1090-1091 будет выделять ежегодно Министерство культуры. Так Министерство культуры, ну, то есть государственный бюджет, он всё-таки будет какой-то долей представлен в бюджете центра Марка Ротко? Действительно, цель как максимум уменьшить долю самоправления в этом проекте или каждый год содержания обязательно. И действительно, если выйти на те цифры, которые Вы сказали, это было бы очень хорошо, и это погашало те расходы, которые центр будет бесплатно предлагать, особенно жителям города. А если говорить о Министерстве культуры, да, в этом году сумма, которая будет представлена со стороны Министерства культуры, небольшая, это около 45 тысяч латов, но идёт разговор, уже подаём свои заявки на следующий год, докажем то, что центр действительно такой, который хотели увидеть Министерство культуры, и я думаю, что обязательно на таком объекте будет присутствовать довольно большая сумма со стороны Министерства культуры. Но всё-таки, знаете, вот мы не услышали ответа, всё-таки почему, если изначально предполагалось где-то 1200, то почему сейчас это уже дошло до 400 тысяч, а дальше Вы сказали, что будет ещё больше? То есть можно говорить, может быть, о какой сумме? 700-800 тысяч латов, миллион? Ни в коем случае такая сумма не может быть, тогда центра нету, выгодно такого центра содержать. Почему в этом году такая сумма? Я работаю в центре немного больше только месяца, но уверена могу сказать, что потому что этот год открытия очень много, что надо, то, что не было включено в проекте, проектах европейских, это оборудование и разные те вопросы, которые надо решить, и которые надо закончить, чтобы центры полностью могли работать. Поэтому сумма в этом году и выглядит намного больше, которую хотелось бы нам видеть всем. Скажите, пожалуйста, ну вот можно говорить о том, сколько уже потрачено из городского именно бюджета на центр Марк Ротко? Мэрис? До этих годов или в этом году? Ну вот всего, то есть в 2003 году эта идея как идея, она, собственно говоря, появилась, и потом это все стало постепенно развиваться. Вот во сколько обошлось городу строительство такого гигантского объекта? Я буду затрудняться, наверное, ответить полностью, потому что у меня нет с собой полных всех данных. Я могу сказать, так как я отвечаю за художественную сторону, что, например, стенды экспозиций, которые будут использоваться больше чем 1200 квадратных метров, мы потратили около 60 тысяч латов, чтобы создать стенды. Но это только на стенды. Да, пожалуйста, Михаил, у вас вопрос? Можно мне включиться? Да, пожалуйста. Потому что, к сожалению, джентльмены не знают. Я постараюсь ответить на вопрос. Да, пожалуйста. Значит, на центр Ротка из городского бюджета потрачено 15%, значит, 85% европейских денег, 15% городских денег. Проект стоил 4 с лишним миллиона латов. Таким образом, город потратил 600 с лишним тысяч латов при строительстве этого объекта. За прошлый год на центр было выделено 200 тысяч латов. 250? Ну, около 200 с копейкой. То есть, это уже порядка 850 тысяч латов. И в этом году бюджет, несколько недоговаривают люди, 450 тысяч латов. Первоначально было 575 тысяч латов планировалось, поскольку, насколько я знаю, сумма уменьшилась из-за того, что не были обещаны картины вообще Ротка. Ну, в данный момент они вдруг стали фигурировать здесь. Значит, 450 тысяч латов в этом году. Таким образом, затраты городского бюджета на центр Ротка в данный момент составили миллион 300 тысяч латов. Опровергните мои цифры. Я думаю, что это, безусловно, окупится в самое ближайшее будущее. Конечно, центру нужно несколько лет на то, чтобы встать на ноги, чтобы его увидели, и чтобы вывести город на культурную карту мира. Но мы уже сейчас начинаем на это работать. И ситуация такова, что только у наших горожан возникают большие сомнения в том, что этот центр будет прибылен, то есть будет интересен в масштабе мирового туризма. Но все люди, которые как бы за пределами Латвии, у них совершенно не возникает ни тени сомнения в том, что мы делаем стоящее дело. Но какая сумма будет заработана центром Марка Ротка за год, например? Есть информация? Ну, пока у нас нет этой суммы, потому что у нас в Думе еще не утверждены цены за те же посещения, за билеты, за резиденции, сколько будет оставлять люди. Ну, как это будет известно, так мы публично, конечно, сразу скажем и объявим. А вот скажите, да, пожалуйста. Я попытаюсь ответить на этот вопрос, конечно, сравнивая с чем-то. Ну, вот могу сказать, что Латвийский национальный художественный музей имеет в собственности 14 тысяч картин, подчеркиваю, 14 тысяч, которые являются достоянием Латвийской республики и являются самой большой коллекцией в Балтии. Так вот, платных посетителей в год в Риге с ее населением и туристическими потоками составляет 80 тысяч человек. С стоимостью билетов в один лат для взрослых и 50 сантимов для детей. Таким образом, можете посчитать, что, ну вот какие доходы музея. Нет, минуточку. А здесь заявлено 90 тысяч посетителей. Да, госпожа Янковская озвучила эту сумму. Я думаю, что она взяла ее не с потолка, то есть, ну, на что-то же опирался вице-мир, до конца, приводя такую цифру на пресс-конференции, то есть, озвучивая ее для граждан. Вот скажите, пожалуйста, может, да, да, вот скажите, из чего как бы вот это все... Я вот, как уже говорила, я вижу определенные проблемы, ну, где-то в первый-второй год существования центра. Но при грамотной работе нашего отдела маркетинга. Просто, допустим, я могу дать некоторые примеры. Вот город Бильбау, у которого история очень близка к истории Даугавпилса. Это был постиндустриальный город с умирающей промышленностью. Он был когда-то флагман кораблестроения, потом заводы были вынесены на Дальний Восток. И город тихо херел и умирал. И вот в городе построили музей Сламона Гугенхайма, жемчужиной которого является одна работа марка Ротко. И сейчас у Бильбау посещаемость 3 миллиона туристов в год. И они приезжают только по одной единственной причине, по причине существования в этом городе музея Сламона Гугенхайма. Я слышала много историй. Вот, допустим, там люди едут в Париж, и вдруг они по дороге, за рулем, по радио слышат информацию о том, что в Гугенхайме, в Бильбау организуется выставка маркрутка. Они резко меняют маршрут и едут в Бильбау. Понимаете, но, может быть, здесь, в Даугавпилсе, трудно представить, как много людей в мире... То есть, нет, они просто приверженцы культурного туризма. И на самом деле, вот скандинавские страны, просто уже несколько лет подряд я в контакте с человеком, который был директором Института культурного туризма, это Арней Лефорт. Мы с ним участвовали в нескольких проектах. И он ежегодно привозил группы по два, по три автобуса, 50-55 человек из Швеции, которые приезжали и смотрели просто разрушенные стены арсенала. И просто идея того, что здесь вот возникнет, центр искусства, вдохновляла настолько, что некоторые люди приезжали по нескольку раз смотреть, какой прогресс, какое движение. И вы представляете, я, например, не сомневаюсь, что настанет день, когда на нас просто обрушится лавина туристов, которых просто возникнет проблема где-то размещать, где-то кормить в городе. И вот таким образом нужна инфраструктура. Они, наверное, смотрели не только на развалины арсеналом, но у нас еще в крепости еще достаточно много развалин, на которые, в общем-то, можно посмотреть, и они, мне кажется, гораздо больше могут кого-то впечатлить. Но, безусловно, мы не говорим о том, что, скажем, плохо, плохо, что там появится такой центр. Нет, конечно, любая изюминка для определенного, так сказать, населенного пункта, она, конечно, хороша. В конце концов, если румыны сделали музей графа Дракулы, то почему и туда даже находятся толпы людей, которые туда приезжают, почему нам не сделать свой музей, который тоже будет привлекать публику. Все дело, ну, как бы, вот, не в том, хорошо или плохо иметь такой центр. Все дело в цене. Михаил, что вы говорите? Ну, я, как бы, так не разделяю оптимизм госпожа Залетила. Она верит. Ну, хорошо, верьте, если только не за наш счет. А то вы как-то очень верите за деньги горожан, в общем-то, и нашего небогатого бюджета. Да, насчет города Бильбао я там не могу рассуждать, хотя я проверю такие вещи, что Номарка Ротко 3 миллиона ездит, но я сомневаюсь. Скажем, ну, такие данные объективны, что в 2011 году журнал «Таймс» проводил беспрецедентный такой опрос по известности и популярности художников было опрошено полтора миллиона человек. Вот, и могу вас заверить, что Марка Ротко в числе 50 самых известных художников не значился, да. Кстати, в 20-ке значился Кандинский, Малевич, первый, отгадайте, кто был, Пикассо, да. Второй сезон, по-моему, Климт, ну и так далее. Вот, поэтому, ну, в последнее время, как бы, Ротко, ну, становится, наверное, популярным. Я так думаю, что вообще, как бы, родственники Ротко должны вообще приплачивать нашему центру за то, что вы его так, ну, как бы, раскручиваете, да. Я не против Марка Ротко и его искусства, но если вы специалист, искусствовед, то вы понимаете, что модернизм как таковой, ну, в общем-то, особенный экспрессионизм, да, ну, я бы не сказал, что это массово посещаемое такое, ну, направление в модернизме. Как свидетель, да, могу рассказать просто действительно, описать какие-то ситуации, в которых я находилась сама. И в 2001 году я приехала впервые посмотреть оригиналы Ротко в Базель, Бейлор Фондейшн устраивал великолепную ретроспекцию, 85 красивейших работ Ротко. Я могу засвидетельствовать, что в 10 утра выстраивалась очередь километровая, как когда-то это было в Эрмитаж, да, не попасть. И это происходило на протяжении трех месяцев. Просто огромная площадка для парковки, туда не помещались автобусы, потому что Швейцария и вокруг Франция, Германия, Италия и так далее. И это был самый успешный проект, это была выставка Ротко, это был самый успешный проект Большого музея, и они продлили на три месяца эту выставку, чтобы, да. Хорошо. Я в базе была. Скажите, вот, пожалуйста, тогда замечательно, конечно, что в крепости что-то строится, что там приводится в порядок, это все хорошо. Но, что касается вот непосредственно музея, вы знаете, вот некоторые горожане говорят о том, что, во-первых, у нас достаточно много всяких свободных площадок, и можно было бы вот специально для Ротко, ну, как бы вроде бы и не восстанавливать арсенал. Но при том, что там будет все-таки такой многофункциональный центр искусства, может быть, это и того стоит, тем более это все вложится, ну, как бы вот в рамках восстановления крепости. Но дело в другом. Вот скажите, пожалуйста, работники нашего музея, исторического музея, они, в общем-то, ведь на протяжении очень многих лет, они работают, работают интересно, работают хорошо. Я бы даже сказала, вот у них есть и оригинальные проекты, и какие-то оригинальные подходы. Знаете, вот тоже, кстати, это можно часто слышать, некоторые наши горожане говорят, что это все делается в ущерб людей, которые на самом деле положили свои жизни буквально вот на то, чтобы сохранить и приумножить вот те, собственно, ценности, которые есть в нашем художественно-историческом музее. Как вам кажется, вот это вопрос мой ко всем, как вам кажется, нет ли такого, что фактически этих людей поставили в такое, ну, как бы не очень хорошее положение, то есть они оказались у нас в городе на позиции таких бедных родственников. Огромные деньги вкладываются в центр Марк Ротко, и в то же время, в общем-то, ну, музеи все остается на довольно таком скромном уровне. Мы с музеем не соперничаем, мы с ними сотрудничаем. Доказательство этому даже то, что у нас будет общий автомобиль, грузовик, чтобы мы могли экспозиции перевозить, привезти, увезти, чтобы это было соответствует всем нормам, чтобы коробки поместили, чтобы не надо было тратить дополнительно городские средства на аренду транспорта специфического с прицепом и так далее, чтобы это привлечь. Извините, а какие-то коробки вы куда будете возить? Из арсенала в музей? Не только. Мы же везем работы с того же Национального музея. Это больше будет вести такого рамка работы наши краеведческие музеи. А какая роль сейчас будет у нашего Даугавпилского музея, если откроется галерея Ротко, и все экспозиции будут там? Роль музея не пропадает, он продолжает свою деятельность так, как они работали. Это абсолютно разные. Разные институции. Хорошо. Я бы задал вопрос. Что вы предлагаете такого в своем центре, что нельзя было бы реализовать на уже имеющихся объектах в городе, и пустующих, и которые тоже датируются бюджетом города, в частности музей, в частности Ренессанс кинотеатр, в частности Центр латышской культуры, в частности Дворец культуры химиков, которые пустые стоят. И надо вот это было строить. Я, например, рассматриваю вот этот арсенал ваш, это как строительный подряд, на котором кто-то погрел руки. Вот эта цель была сделать. Я не против художества. В Ренессанс возьмите здание, прекрасное. Что вы там, дигитальную какую-то цифровую кино показать? Про Марка Ротко? Постеры по 80 лат повесить? Конечно, нельзя сравнить, потому что у нас помещение больше, чем 4000 квадратных метров. Я понимаю, вы отдаёте, что вы сейчас там, как с курицей там носитесь, я читаю, вещи максимально приближённые к оригиналу. Что такое? Я первый раз в художественном смысле слышал такое. А, это коллекция репродукций? Ну, она же была осознанная. Ну, это постеры. Это репродукции, цена которых там 60-80 лат. Нет, когда мы их печатали в 2003 году, извините, мы печатали на холстах практически в оригинальных размерах с потрясающими технологиями. Технология, я вам могу сказать, цвет разрешения. 12 лат квадратный метр и 7 лат холст. 19 лат квадратный метр стоит вашего постера. Технический прогресс, к сожалению, происходит гораздо быстрее, чем духовный прогресс. Так, Инга, я хотела спросить, вы были в центре, вы посмотрели, что там сделано, как это выглядит теперь уже? Вы были? Мы приглашаем вас посетить, посмотреть. Нет, я обязательно посещу, вы не переживайте. Потому что я согласна, тот, кто там не был, даже теперь, и не знает, как это выглядит, какая большая работа сделана именно для крепости, если говорить только о центре, то очень трудно, ну, как бы убедить или переубедить, потому что те люди, которые приходят из-за вот месяца, в который я работаю, приходили и школьники, которые потом рассказывают, мы приходились и по дороге говорили, разве нам надо такой центр, но уходили со всем другим мнением и гордились тем, что происходит в городе. В прошлой неделе приходила группа пенсионеров, которые тоже приходили очень скептично, и когда все проходили, говорили, посмотрели, они меняют, они становятся горды за город, что город что-то может, что город может сделать, который нравится самим, и только тогда, когда поверит город, горожане, тогда и понравится другим. Инга, кстати, вот у меня вопрос по этому же поводу, да, вы тоже, когда вас вводили в должность специалиста по маркетингу, вы говорили, что мы уже так, ну, напланировали достаточно много всяких разных мероприятий, которые будут осуществляться уже вот до еще, даже открытия. Скажите, пожалуйста, что-то делается? Да, почти все время есть какие-то. Сперва центр открытый, да, не каждый человек персонально может один прийти, но если приходят группы, мы всегда находим возможность, вводим по центру, показываем, это один. Первая конференция проходила по крепости, которую проводила вас на Кустаме и Пашуме, посмотрели, какие эти помещения, да, помещения для конференции очень хорошие, очень удобные, я думаю, что они будут заняты, уже занимают. Происходили уже такие семинары, курсы для нашей молодежи по видеосъемке, по небольшим таким, они уже проходили. И все время мы стараемся что-то делать. Малис не говорил, что у нас, например, создается комната для детей, у нас в центре будут и мастерские. И это не только вот приходишь и смотришь на картины, это только одна часть проекта. Я думаю, что самое главное сами почувствовать, приходить, не бояться там приходить. Даже теперь, поднималась по лестнице к вам, звонила школа, следующая неделя, проектная неделя, школьники с удовольствием, учителя будут вести своих школьников, будем вместе работать, думать, показывать. Центр уже живет. Хорошо. А он живет за деньги, вот эти все экскурсии? Нет, так как центр не открыт, потому и выставочные залы, нету всех выставок, то все, которые посетители, это бесплатно. А сколько сейчас людей работает в центре маркетинга? Я не могу сказать. Сейчас работает больше 20. Технически. Все получают, естественно, но все и работают, потому что, чтобы подготовить масштабные выставки, которые, каждая одна выставка 300 квадратных метров, это надо вложить в большой труд, потому что это не делается так, что привозится, выгружается и как-то выставляется. Это надо составить план экспозиции, это надо описание сделать. Мы работаем над описанием каталогов. Скажите, пожалуйста. Которые хотели бы предложить свои услуги центру. Скажите, а вот где вы берете специалистов? Вы ведь говорите, что у вас там сплошь люди, которые имеют специальное образование, специальные знания. Откуда вы их приглашаете? Я могу только сказать, что я попала туда по конкурсу. Да, это известно. Я думаю, что много другие теперь объявляются конкурсы. И знаю, что по суммам и зарплатам вряд ли мы теперь будем компетентны те люди, которые здесь все ответить, потому что это все-таки составлялось другими и утверждалось думой. Но большинство людей, которые принимаются на работе, это все организуются конкурсы. Сколько мне это известно. Но насколько я знаю, что горожане шутят, что самый дорогой экспонат музея в этом – это господин Ворунов с его зарплатой. Это до поры до времени, потому что в апреле приедут гораздо более дорогие экспонаты. Это шесть работ из семейной коллекции, общая стоимость которых оценивается порядка 70 миллионов. И сейчас, сегодня к нам уже приехал американский курьер, который будет сопровождать. Хорошо, экспертные заключения будут у вас? Каких экспертов? Ну, экспертизы. Скажите, пожалуйста, с атрибуцией, с эстимейшеном? И вот эти денежные. Эстимейшен уже есть. Бюджет Министерства культуры, из которой мы будем это оплачивать. К сожалению, в нашем государстве пока в данный момент нет гарантии страны на культуру. Бюджет Министерства культуры, вы сказали, что они будут 45 тысяч выделять только. И это все уйдет на страховку, да? Да. И плюс еще, наверное, придется городу доплатить, да? Ну, страховки там большие, если реально. Ну, от эстиме это зависит, от ценностей стоимости картины. Ну, что ж, вот как-то не очень хочется, конечно, на такой печальной ноте завершать наш разговор, но, тем не менее, мы, так сказать, имеем то, что имеем. То есть понятно, что никто не против того, чтобы был центр, чтобы развивалось искусство, чтобы дети, в первую очередь, могли прийти и увидеть что-то новое, узнать что-то новое. Но то, как это все происходит и какие нагрузки колоссальные ложатся на бюджет нашего города, вот это вот смущает всех. И, в принципе, я думаю, что в первую очередь горожане, конечно, недоумевают, если не сказать больше, возмущаются именно тем фактом, что на этот проект уходит очень много денег, а результата пока, ну, вот как-то в обозримом будущем серьезного результата, серьезной отдачи не предполагается. Что же все-таки с этим совсем делать? Мы соглашаемся с тем, что мы будем все время тратить, тратить, тратить и тратить. И где-нибудь, когда-нибудь, может быть, мы получим какой-то, так сказать, какой-то доход, какую-то прибыль. Ну, что в моем случае я не согласна, потому что любой проект, который должен и утверждает Дума и реализовывает, оно должно быть выгодой экономически обоснованной. И этот проект должен такой же тоже быть. И я уверена, что все работники, которые работают, они именно на эту цель работают. Иначе, конечно, им там не место. Поэтому я уверена, что проект, он, да, может, это пройдет два года, но он выйдет на нормальном уровне. Конечно, все зависит от других проектов города, от привлекательности города. И самое главное, что зависит от отношения горожан. Только когда все горожане, ну не все, большинство горожан поверят в проект, будет уверены, только тогда меняется развитие или города, или конкретного объекта. Поэтому я приглашаю лучше всех прийти, узнать, задать все самые-самые вопросы. Спасибо вам, что у нас была такая возможность. Да, может, не ответить на все вопросы. И действительно поверить проекту и поверить своим силам, именно городу силам. Тогда и будет меняться ситуация. Спасибо, Инга. То есть вы считаете, что года через два проект выйдет, ну, по крайней мере, на ноль? Должен. Должен. Фарида, что вы скажете? Нет, я думаю, что наши дети обязательно нам скажут спасибо за то, что мы это сделали. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я хотел немножко сказать так, что к нам был в резиденции Ларс Странд, известный норвежский художник. И он сказал хорошую мысль, которую нам надо всем, ну, брать так за уши и понимать. Что каждый человек, который приезжает на мероприятия, которые проходят не только в нашем арт-центре, но в любом в городе, он оставляет деньги в городе и дает возможность горожанам за счет этих денег зарабатывать, жить и так далее. Каждый, кто проезжает, оставляет деньги за жилье, за питание, за услуги транспорта, потому что, ну, ничего бесплатно не происходит. И мы общей работой будем достигнуть качества, чтобы люди стремились к нам не только в Центр, но вообще в Далгопиус. Понятно, спасибо. Сергей, ваше мнение? Центру быть уже много сделано, и хорошо, что в нашем городе что-то делается. Так, Михаил, вы? На мой взгляд, что больше похоже на Нью-Васюки. Коммерческий проект будет несостоятельен по той простой причине, что он, по сути, не может быть окупаемым проектом. Что касается дальнейшего существования, то, ну, я думаю, что, наверное, эта Дума нет, а следующий состав Думы должен вернуться к рассмотрению вопроса в этом Центре и, конечно, оптимизировать расходы и урезать эти расходы на этот Центр. Спасибо. Ну что ж, уважаемые наши зрители, слушатели, читатели, вы сегодня имели возможность узнать о том, какое мнение имеют специалисты Центра Марка Ротко, какое мнение представлял, какое мнение у горожан, чье мнение представлял Михаил Копелёшников. Я напомню, что у нас сегодня в передаче участвовали Марис Чачко, заместитель руководителя Центра искусств Марка Ротко, Фарида Залетила, специалист Центра, и Инга Голдберга, специалист по маркетингу Центра Ротко, ну а также журналисты Сергей Каратеев, я, Альбина Довиденко, и представитель, так сказать, общественности Михаил Копелёшников. Я думаю, что наш разговор о городе, о проектах, и в том числе и о проектах Марка Ротко, конечно, на этом не завершается. И мне кажется, что его стоит продолжать, потому что все мы в конечном счёте хотим жить в городе, который будет дорог, приятен, удобен для жизни не только нам, но который будет интересен и многим-многим другим людям, которые живут и в нашей стране, и далеко за её пределами. Спасибо всем, всего доброго.